какой броневик догнал каприолин все дела и гейцы стоят сплошную продают все в белых рубашках в честь праздника может не наказывают номера московские сопровождают на рязанских я даже у гайцов не заметил что за номера я еще знака не видел чтобы мы в другую губерню заехали скорее всего это еще московская едет важный такой ничего так выглядит еще живехоньки у него пробега там может 1020 броневика давайте попробуем обогнать броневик броневик он видит тот крайне медленно видно только мышцом покраски такой совсем свеженький чувак приколей красавчик красивый едешь такими луна местными дорогами местными козьими тропами места тут красивые движения практически никакого нету этой толпушки как на федералках крадешься себе нравится мне тут есть такие в таких сразу такая глубинка российская когда еще наверное шел бы с московской что я так и не помню знака не будет номера везде там московные всех машин так что наверное еще у нас это еще Егорьевский район хотя то что номера это еще ни о чем не говорит сейчас у меня скорбящица деревянная такая ставим красивая другое дело конечно тут не завалишь там 80-85 тут то право то лево но она вся такая дорога я помню до этого до гуся хрустального ну и дальше туда нет да гуся там потом уже гуся нормально вся такая туда-сюда деревня зато я ледишь природой российской русской деревней красота так что тут у нас за развязка а нет ну еще понятно что шахтура нам надо то ли дума то ли тума извиняюсь не знаю как правильно мы главное едем в шахтуру нам не нужно вот моя деревня вот моя деревня вот 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 интересно вот такой цвет ярко такой розовый прикольный грузовик грузовиков наверно вот уже вот от Егоревска сюда ну может пару штук встретил ну разгоняй ты свою тойоту ботан что тормозит заставляешься педаль газа крайне справа нажимаешь нажимаешь и поехал или ты поворачивать будешь потому что ты меня посадил по-совсем тихо лера в 4 то на педальку нажал она и поехал там дедушка за рулем так тихонько ездит даже первая заправка встретилась сейчас какая-то была с левострова еще класс солидная такая магистрали эконом о чем ДТ 4680 и 36 местного пошива через 100 метров поверните налево на дороге с круговым движением съедьте используя третий съезд ё-моё что никаких кафе ничего нет что ли похоже что придется нам посреди леса останавливаться уже все рязанская губерния пошла недавно заехали вон на пост там стоял три машины галёвок стояли движение три машины в час проезжает но еще с московской стороны короче не знаю надо в паузу крутить через десять минут какая-то вон заправка впереди походу что будем и так становиться и не знаю чего-то кушать чего-то надо что-то тут совсем бедное дорога такая зато красивое только у озера было с левой стороны но не успел камеру схватить и косовка или совка сушка наверх маленькая совсем может здесь что-нибудь сбудется в общем порчица какого-нибудь целесоляночки здесь чего у нас шиномонтаж в час я думаю что если сейчас отсюда я уже уеду дальше там точно ничего не будет сейчас у нас с правой стороны заправка и остановиться сейчас ничего другого не увидим полезем за кроват что делать что делать будем бомж пакет доставать куда деваться а судя по всему так и придется делать через полтора километра через полтора километра какая-то развилка нам налево и потом дальше в леса места тут такие дикие-дикие в рязанское губернии пошли в Рязанское губернии пошли готовьтесь к первому поводу через 800 метров готовимся, готовимся готовимся и без 15 5 12 часов тмк может на тмк какой хот-дог байзон съедим спас клепики прикольное название корма надо пропустить давай уазик к зубе на стоянка есть баня душ стоянка на территории они у нас за кафе какой-то на планету так уж и шоу-ва шашлык они голодными не останемся значит для кебаб и хорошо пойдем положить где-то нам тут могут здесь с краешку и прижмем все правильно мешать не будет завоз пришел но мы ему не мешаем заправляться так зеркала почистить и вперед нормально подошел мне хозяюшка шашлычком соблазнила горит вот только горячий сделаны на но и корейка на косточке нормально хотел правда на улице покушать вот там комарья пошел он ну скажем так по зову природы думаю в кустики отойду ё-моё не как налетели их там я не знаю штук сто думаю не забрал будем мы обедать обеда ужинать обедать или ужинать короче в машине потому что это все они сразу как налетели агурами не знаю штук сто вообще ужас пойдем еще потом мы езжу искать так что тут все вроде как хорошо воздух шипит о-о сидят звери рыжие какие-то так здесь тоже все хорошо в принципе я думаю там нужно даже не заглядывать смотреть там не на что резких торможений ничего не было все внутри показывать в кабине не буду у меня там сушилка работает извиняйте там немножко рабочий беспорядок сам пойдем поужинаем покушаем и подпрем дальше я думаю за владимир должны сюда зайти и хотелось бы Касимов нижний Новгород прямо а мне куда но бишь на нижний через 100 метров поверните налево через 50 метров поверните налево я не понял одна налево бить за другая направо а мне куда на нижний новгород это этой наверно туда она на муром наверно да я загляну да это через вы иксу да это я свернул на гусь хрустальный а так это мне тут на Касимов потом на муром понятно нет мы на владимир сюда на гусь хрустальный уходим а это этот вот городок как он блин четырех у которых называется в принципе можно было и там поехать верхом через Касимов через выксу и прямо в нижнем выйти потому что надо было так ехать хотя мне вот это что-то пересчитала моя женщина тоже самое по километражу выдала а в пардон мария девушка туман или туман короче вы поняли Да, можно было в принципе и так пойти Через Касимов На Муром Я как-то ездил той дорогой С Мурома С Выксы шел на Нижний Новгород В принципе можно было ехать Ладно, уже свернул сюда, свернул Подключение скорости 60 км в час Тем более мне же этот Я хочу брызговик себе посмотреть А с брызговиком это мне Тут надо Этой дорогой Там уже в Дзержинском посмотрим Вы превышаете допустимую скорость Да, тут никто не видит Ладно, ты никому не говори Поехали дальше По древним, почти муромским лесам О, видите, Рязанская область Заканчивается как будто это Населенный пункт был Владимирская губерния Здрасте Не знаю той дороги От этого ехал Правда не помню Крусвыксы Как она там Там, по-моему, что-то такого Как вроде как Вверх-вниз, вверх-вниз Ну что-то мне так Казалось Ладно, свернул, свернул Какая рать По километражу В принципе все то же самое Так, ну что, ориентировочно сегодня Может до нижнего-то мы и добежим Блин, а как магазины Магазины уже нифига ничего Работать не будет Время седьмой час В принципе-то, может, тогда и дальше Буду смотреть С выбор с гаек Ладно, поглядим Что тут, как будет Может и правда надо было Этими козьими дорогами Дальше ехать себе тут Тихонечко Никого не трогать Сейчас на эту семерку Выскочишь Ну хотя тут широкая Тут Без разницы Гусь, который хрустальный прямо Владимир направо Интересное название, да, такое Гусь хрустальный С чего-то же оно пошло Надо загуглиться Через город, понятно, мы не пойдем По объездной Все доводилось бывать Раза два, а то и три Так точно было В этом городе По-моему, даже и на Европу я там грузился Стаканами Хрусталем Точно помню Хрусталем грузился на Европу Еще Вроде бы на Беларусь грузился один раз Да, ну и правда Но Дело было Под Полтовой Что-то тут обещали Но это в Рязанской области Там что-то очень сильный ливень Там прямо Не потоп Ветер На Владимирской Похоже, все хорошо у нас Комфортненько Так, 19 Милое дело Ехать Ох, тише, тише Тише, тише Горностаев на мостах Никто не отменял Вот и стольный град Град Владимир у нас Впереди на горизонте Не знаю, видно вам из-за солнца Не видно Ни из-за солнца Нифига не видно Только дома Вон виднеется Все Выползли мы На М7 Вернее вот сейчас Будем выползать Ну что В общем-то Ехать можно Если бы еще Конечно Не такой большой круг Хотя бы километров Если бы 40 То была бы Общая красота А так Тихо Спокойно Движняка нет Дорога Тут пару мест По Владимирской области Есть таких Небольших В районе Гуся Разбитых Терпимо Терпимо Но только что Кружочек Выходит У меня уже Получается 498 километров Но это Селятина С заездом На базу Туда Дзержинский К нам Обратно Вот уже 500 верст Я сегодня Проехал Здесь никого Никого Все Вылезли Из дебрей Древних Муромских лесов 227 До Нижнего И время 8 Что-то я боюсь Что это Даже до Нижнего Не дает Что-то мне Такое Подсказывает Посмотрим Вот здесь Каурково Димка говорил С левой стороны Здесь магазин Есть Пойти Брызговик Посмотреть Автозапчасти Работает он Да Работает Тут какая-то еще Стояночка Есть Давай сейчас На нее Завернем И сходим Брызговик Посмотрим Далеко Съезжать Не буду Здесь Стану Потом Если что Можно было Выкрутить Работает он Что я там Никого не вижу По-моему Дима говорил Что он Круглосуточный Пойдем Посмотрим Да Конечно Магазин Тут Офигенный Есть Крыло Каурково Здесь 2,220 За 2,220 Я в Дзержинске Куплю Я в Дзержинске Планирую Ночевать Там тоже Автомагазин Просто В этом Влосево Я за Две Видел Дорогу Еще Перебежать Надо Куда он едет Прямо он едет Или поворачивать Он будет За 2,220 Я и там Возьму Не тащить Отсюда Чуть-чуть Чуть-чуть Пробежаться Поедем Дзержинский Тогда Возьму Я просто думал Тут дешевле А так Магазин Большой Все что Хотите Пластмасса Этой Всей Ну что-то Ценник Большеват Я думал Держи Этому Возьего Дорого Оказывается Нет Здесь Еще Дороже Вот так Туда Тут Все что Хотите Есть Все Погнали В Дзержинский Дзержинский Там и ночевать Будем Уже вот Темнеет Нет смысла Дальше Ехать На Дзержинск Доедем И Хорош За У нас Вязники Вот так Это Подлатали Смотрю Тут Семерку Вот Здесь Она Была Вязников Такая Вся Попитая Смотрю Там Одну Асфальт Как За Бездной Владимирской Выходишь У Асфальт Лежит Практически Везде Там Закатали Давненько Тут Просто Не ездили В общем Едем Мы В Дзержинске Сразу Завесовой По правой Стороне Там Стоян Там Становимся По идее Места Должны Быть По По Почти 11 Завтра Судра Сходим Посмотрим Просковики Одну Там Они Тоже Должны Быть В продаже Если Такая же Цена Одну Уже Там Возьму И Отопьюсь Уже На стоянке Выйду С под Прицепа Поставлю Гвязники Как были Так и Остались Подгулявшие Вот Заодно Отплю Зальем Канистрочку До этого Не хватит Наверное До Елабуги 22% Осталось Так До Елабуги Еще Прилично Может Не хватит А уже Там Остальное Воду Все Канистры Сколько Надо Там Елабуги Зальем Заправимся Да Только Что Похвален Дорогу И Тут же Она Дорога Спортится А я Думаю Тут Асфальт Тоже Не надо Не сказать Ну что Он Старый Разбитый Весь Вот В общем План Такой На сегодня Поверните На него Смотрим Пацаны Левым Пасом Лицят Как-то Так Особо Не стесняюсь Мы Добрели До Весовой Транспортный Пост И Даже Дежурь Кто-то И Вот Сейчас С правой Стороны Наша Стоянка Затем Через Через 200 Стоянка Поверните Налево Есть там места Есть Должны Быть На следующем Поверните Направо Авто Стоянка Не знаю Правда Есть Дорожная Сеть Нет Сейчас Скажут Кто Должен Сказать Никого Нет Через 180 Метров Поверните Налево Затем Через 160 Метров Поверните Направо Дашка Хорошая Жена Сегодня Мы уже Приехали Налево Направо Чего Куда Становиться Куда Становиться Кто Тут Кто Куда Он Может Встать А Он Бежит Добрый Здравствуйте Здравствуйте Дорожная Сеть Есть Тут Дорожная Сеть Да Можно Став Скамейка Рядом Отлично Вот Как раз Нормально Здесь Мы с обисками Станем Утречком Сходим Купим Крызговичок Как раз Отобьемся Повесим И Спокойно Поедем И Асфальт Не Грязно Почти Вот Так Стану Что Утром Можно Было Ближе Чуть Что Утром Назад Стан Все Закрываемся Ой Точки Страна Завершения Россия И Спать Все Что Продолжение следует... Субтитры